как говорится и сразу же мы идем четвертому тому я сделал и четвертый том сразу же вот он создание собственной системы оздоровления том 4 и вот мы сейчас посмотрим а что вы получите из четвертого тома то есть какую информацию которую применил к себе вот например я сижу перед вами и вам рассказываю вот эту информацию которую я вам предоставляю я лишь не только нашел обработал написал изучил я же и применил и вы сейчас видите результат всего этого то есть и теория и практика воплощены вот на мне идет восьмой десяток если вам напоминаю восьмой десяточек идет а дедушка петрович ну найти не так чтобы уж скачет но поскакивает поскакивает значит так опрыть еще есть такая интересная и по голосу чувствуется по голосу чувствуется энергетика и так когда я работал над этими целительными силами и сначала был первый том это очищение питания второй том это были посвящен биоэнергетику биосинтезу методом которые поддерживают третий том биоритмология мы так даже без оренотерапии особо его рассматриваем то есть как это все должно вписываться в космические ритмы как это все должно вписываться в сезоны года изучал что применял далее на же окружает разного рода материалы там если трава лечения что чё как как это все работает как эти продукты работают помимо жиров белков и углеводов они же работают еще совсем по другим параметрам что это за параметры их надо знать надо и наконец таки как это вот все вот это вот это все эти знания сложить будет в кучу для того чтобы создать собственную индивидуальную систему для себя любимого и пользоваться этим вот для чего эти все эти книжечки и так приступаем после такого вступления к четвертому тому как всегда слово к читателям часть первого создания сознание его роль выздоровления человека вот тут то понимаете сознание да у нас как бы сказать сознание не дружит ум сумму он не дружит он не понимает сознание он не понимает и поймать своих истоков откуда она возникла как она возникла, и начинает толковать сознание, подсознание, надсознание и ещё что-то такое, ультра-беста-квадра. А надо разобраться в себе, чтобы это всё было рабочим инструментом, чтобы ты понимал, что, что, как делать. И пошла полевая форма жизни, её составляющая, причина образования полевой формы жизни. Глава третья. Слагаемое человеческой личности и их особенности и влияние на человеческий организм. Разновидности человеческого сознания и их роль в оздоровительном процессе. Оказывается, несколько сознаний-то вообще. У каждой клеточки сознание есть, у каждого органа сознание есть. И, наконец-то, сознание есть у организма, как он противится, как суммарная составляющая клеток, голоданию. Как он боится голодания. И надо убедить. Одно сознание работает над другим сознанием для того, чтобы убедить его поголодать. А ещё третье должно быть, которое контролирует. А что ты тут плетёшь языком? То или не то. Психическая индивидуальность человека, психическая активность человека, саморегулирование личности и взаимосвязи личности. Саморегулирование личности. Вот это вот самый основной ключевой вопрос, который касается каждого человека. Как самому себя регулировать? Для того, чтобы не нажить психосуматическое заболевание. То есть без знания работы своего собственного сознания, все эти, грубо говоря, вот эти вот книжечки, они особо, знаете, работать не будут. Потому что человек может почиститься, может там чего-то попридерживаться, получить хорошие результаты. А потом его же собственное сознание, что-то там случилось, как мы говорим, стресс там, ещё что-нибудь такое. И пошло-поехало опять на те же рельсы, на те же грабли, туда же, откуда он вылез. Очень интересная глава четвёртая. Шкала бодрствования человеческого организма. Особенности различных состояний сознания. То есть вот мы пытаемся работать, где-то там оздоравливаться, где-то мы пытаемся куда-то там пролезть, чтобы получить какие-то блага там, так сказать, от космоса. Вот. А что и как? В каком виде мы должны, будем говорить, преподнести себя? То есть мы должны преподнести себя в зависимости от того, насколько мы там бодрствуем. И как это бодрствование менять. Далее пошла глава пятая. Метод работы с собственным сознанием. Вот тут уже начинается. А как с ним работать? То мы там лазаем, какие-то курсы, что-то там преподают. Те люди, которые сами ничего не могут, не знают делать, но втирают. Вот мы, вот мы, вот мы, вот мы. А потом их что-нибудь коснётся, и всё. И они как поплывут. А что ж ты это самое? Свою методику не использует. Вот знаете, меня удивляет. Удивляет вам с телевидения там разного рода, там втюхивают люди там в белых халатах, то и всё. А как только у них что-нибудь коснётся? Ай-яй-яй-яй-яй, вот мне больно стало, ножки заболели, или ещё что-то там, или ещё что-то там. Они сами, они сами не могут себе помочь. Они рассказывают, рассказывают, рассказывают. А когда коснётся это их самих, они тут, ой-ой-ой, побегим к специалисту. Так, и дальше пошли. Вот как раз методики различной работы. Значит, здесь и очищение полевой формы жизни, как это там. Вот методики направлены на очищение полевой формы жизни. Видите, какие бывают методики. Только раз, я там сказал, кое-что там сейчас бы можно было бы убрать. Но это было, пускай это останется. То есть, есть рабочие, прекрасные, хорошие. Есть, ну, несколько неработий. Далее, смотрите, это всё работа с сознанием должна вами осознаваться, что и для чего вы делаете. Одно дело, мы очищаем полевую форму жизни. Вот они методики. Раз, тут описано, да? Далее, методики направлены на укрепление полевой формы жизни. А как её укрепить? Очистить – это одно. Укрепить – это совершенно другое. И вот они как раз тут и направлены. К сожалению, тут нету. А как работать над чертами характера? То есть, как теперь работать со своим вот этим сознанием, с чего настроиться? Тут речь пойдёт о побуждениях. На основании побуждений возникают черты характера и всё это такое. Потом пошли там эмоции, эмоции и так далее. К сожалению, здесь этого нету. Хотя я дальше чувствую, что что-то не докончено, что-то я не могу ещё сделать, грубо говоря, над своим организмом того, чтобы я был доволен, чтобы я понимал всё окружающее, откуда, что и так далее. Ну, в других книгах это есть. И часть вторая – создание собственной системы оздоровления. Какие факторы, глава первая, необходимо учитывать при создании собственной системы оздоровления? Вот мы к вам с вами подошли. Что это за система оздоровления и на что надо в первую очередь обращать внимание? Смотрим. Глава 2. Что конкретно необходимо делать, чтобы быть здоровым, молодым, красивым? Ну, как я. А? Хотя бы. Так. Часть третьей ошибки – затруднения, возникающие при реализации оздоровительной программы. Ну, в то время, насколько я знал, настолько я и изложил. То есть, подобного тоже никто не касается. Да, вот так, а вот так, а вот рецептик, а вот так. А если рецептик не действует, а что мы тогда будем делать? Да, ищите другой рецептик. И пошли какие? Ошибки, затруднения, вот это всё, тут это перечислил. Даже враждебное отношение ближнего окружения к процессу оздоровления. То есть, ближние ваши, они смотрят на вас, что вы тут чистите печень, делаете клизмы, что-то тут какие-то манипуляции с питанием, это буду, это не буду. Они смотрят на вас, как на этого самого, как на человека, который, знаете, что-то тут выпендривается, что-то там такое. Они сами помочь вам не могут. Но, знаете, вот сказать, а, да что ты там так в жидкости, там так пьёшь, сяк пьёшь, то, сё. Какие-то сочетания продуктов, что ты тут придумал, да мы питались. Ну и так далее, в таком духе. Глава 2. Анализ сознательного процесса при некоторых заболеваниях. Даже так. Глава 3. Вопросы и ответы. И 4, вернее, последнее, это заключение. Вот вам вот эти вот все книжечки. Вот она, система закончена. Система закончена. Я надиктовал эти все 4 книжечки. 4 книжечки надиктовал. Провел такую эту работу. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовётся, и для всех людей даётся. Шелестят конфет, отбёрки, там мандарин стоит, и наряженная ёлка огоньками нас манит. Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, он подарки раздаёт. Радость и любовь нас ждёт, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждём. И под чёканье бокалом, ходит счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый, Новый год. Веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый, Новый год. Редактор субтитров Н.А.